Как-то странно, у нас духовные скрепы начали трансформироваться непонятно в какую сторону в последние дни. Только и разговоров, что о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для тех, кто впервые слышит об этом кино, картина художественная рассказывает о лихих девяностых в Казани, о том, как на фоне развала огромной страны, последовавших за этим разрухи, тотальной нищеты и так далее, брошенные, в общем, подростки пытаются выживать на улице и по ее законам. В то время, каких родители стараются вписаться в рынок, ну, короче, ничего такого, чтобы, скажем, меня удивило, там нет очередная интерпретация определенного отрезка истории, который в России имел место быть. Это действительно так? Да надоело быть чешпаном. А что с пацанами? Ну, или как-то так. И на тебе! Стал вдруг данный сериал занозой в... Для огромного количества лизоблюдов, простите, чиновников, депутатов, так называемых общественных деятелей. Причем фильм-то еще даже не вышел целиком. Судить картину как минимум рано, а то какой-то не читал, но осуждаю. Получается, тем не менее, повторюсь, визги уже раздались. Ну вот, дабы не быть голословным, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Волынец выразила обеспокоенность влиянием слова пацана на несовершеннолетних. Или еще, пожалуйста, председатель комитета Госдумы по защите семьи Астанина обратилась в следственный комитет и в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на наличие пропаганды опасного образа жизни для детей. Вот и я о том же в тысячный раз хочется задать этот избитый уже вопрос, заняться что ли больше нечем. Все проблемы в стране решили, что вы прицепились к этому сериалу, который к тому же транслируется в закрытых онлайн кинотеатрах по подписке, то есть за деньги. И почему, к слову, этих псевдопоборников морали не беспокоит, например, вот этот персонаж. А что вы тогда начинаете там скулить, что-то рассказывать? Вы же конченые скоты. Некто Хасана Северстана, уж если кто крутит, тот еще, такая ты, лакей-путиной. Ты мразь! Ты мразь за кого? Ты! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, глядя собачья. А, решил ко мне лезть, ты? Засл**ец вонючий, мать твою. А ведь вот это демонстрируется как раз в открытом доступе посредством государственных СМИ. Я специально сейчас показал нарезку эфирных ВГТРК и радио Вести ФМ. За телеграм-канал Соловьев Лайв, заметьте, не предъявляю. Так вот это демонстрируется в открытом доступе, в том числе и днем. Это видят и слышат те же самые дети, причем продолжается он и годами. Но ни Астанину, ни Волынец, ни прочих а-ля моралистов проблема вообще никак не беспокоит. Никто и ни разу не поднимал вопросов вроде сколько еще данного персонажа, вот этого мелкого, мерзкого, быдловатого разжигателя ненависти должна терпеть целая страна, когда хама уберут из эфира, его противно слушать, на него противно, стыдно смотреть. Тупые настолько, что изгадили проблему вакцинации программу. Вы тупые! Тупые! Такая скерина! Знаете, есть в русском языке такое хорошее слово лицемерие. Согласно словарю Ожегова, например, это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным, чистосердечием и добродетелью. Так вот, господам, псевдоморалистам вроде Останиной, Волынец и так далее, я бы посоветовал, прежде чем заниматься популизмом, вы вот этот вот вопрос изучите повнимательнее, а то как-то некрасиво получается, несправедливо даже. Художественное, постановочное кино – это плохо. Это разрушает неокрепшую детскую психику, вот откровенное быдлячество на многомиллионной аудитории. Ой, да ладно! Это реальная журналистика, ну и коль скоро уже едем. Дальше, поехали! Небольшое объявление хочу сделать, в очередной раз на нас по доносу завели административное дело по статье 23.3 – это дискредитация вооруженных сил. Популярная нынче статья. Несколько месяцев мы бились в разных судах, отстаивая право на справедливость. Ни одна из попыток успеха мне увенчалась. Больше скажу. Когда проходил суд первой инстанции, я вообще лежал в больнице. На операционном столе, будете смеяться, был прямо в этот день объективно. Не мог на слушание прийти, о чем известил судью. Суд счел он и недостаточным аргументом для моего отсутствия. Суд выше стоящей инстанции тоже после не принял. Данный момент во внимание. Итог штраф 30 тысяч рублей. Спасибо по минимальной планке. В связи с чем, в очередной раз обращаюсь к неравнодушным зрителям за помощью. Ну а чего делать? В описании к видео, их в закрепленном комментарии, оставлю ссылку на донат Альерс. Ну потому что там все прозрачно, все видно, все понятно. Только для тех, кто может и кто хочет. Когда наберется нужная сумма, сбор сразу закроется. О чем сообщу незамедлительно. Благодарю за поддержку. Ну а мы продолжаем. И раз уж с бредней гадости, что льются с голубого экрана начали, в России разгорается скандал, спровоцированный бывшим пропагандистом, а ныне депутатом Государственной Думы Толстым, который нигде не будь, а в эфире все того же главного информационного телеканала по сути унизил, как я считаю, представителей многих национальностей, населяющих нашу большую страну. Толстому, видишь ли, не понравилось слово «россияне». Какое-то, мол, непонятное прилагательное. Это придуманное Ельциным и Бурболюсом, а Бурболюсом изрыгнул из себя мужчина, а затем и вовсе брякнул. Я считаю, все, кто живет в нашей стране на сегодняшний день, должны быть русскими, и никак по-другому. Неважно, кто ты, татарин, чеченец, бурят или дагестанец, будешь русским. Он так решил. У нас многонациональная страна, у нас есть граждане России, и, безусловно, наши братья, аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские. Русские они, понимаете, потому что они в России живут. И они неспроста живут в России. Исторически так сложилось. А дальше старика совсем понесло. Про Ивана Грозного ахинею понес, мол, не для того. Царь Иван брал Казань. Надо ли объяснять, что огромное количество наших соотечественников по итогу восприняло данный выясник, простите мне мой французский, как плевок в лицо. Дядя Петя, ты дурак? И я этих людей понимаю. Это что такое? Совсем эти толстые с ума посходили? Так вот, спешу напомнить, Россия многонациональная страна, в которой живет огромное количество народностей и национальностей. И у каждого из этих народов есть своя история, есть свои традиции, своя культура, своя особенность, в конце концов, любой татарин. Веками с гордостью говорил, что он татарин. Любой дагестанец или чеченец с огромным уважением относится к своим корням, к своим дедам и прадедам. Я еще долго могу на эту тему размышлять. У меня у самого жена Марийка и теща Марийка. И дочь наполовину Марийка. Почему они должны об этом забыть? Когда придет время, мой ребенок обязательно будет излучать язык своего народа. Я имею ввиду марийского, в том числе традиции своего народа, культуру своего народа. Никакой Толстой не вправе взять и перечеркнуть всего этого. Высшего совета партии «Единая Россия», бывший ведущий Первого канала Петр Толстой в эфире телеканала «Россия» сказал, на мой взгляд, выдающуюся глупость. Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россиянин». Не для того Иван Грозный, там, не знаю, брал Казань, чтобы мы сейчас начинали говорить «вдруг россиянин». Можно было бы, конечно, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость? Откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм? Я хуй знаю. А вообще, это действительно очень опасная тенденция, которая однажды может очень печально закончиться. Он ее может и обязательно приведет к расколу внутри страны по национальному признаку, если не остановиться сейчас. Конечно, толстые в тот момент начнут верещать дежурное «это все происки врагов, затаившихся ждунов, еще бог знает кого». Вот только на самом-то деле. Ну, все же все понимают. Никому не нравится считать себя людьми второго сорта, а подобные высказывания «я все про бредни Толстого», они как раз именно так и могут быть восприняты общественностью, особенно в национальных республиках, где сто процентов начнут задаваться вопросами из разряда «получается, что русские это титульная нация, а мы чего?» Просто так тут пожить попросились. Еще когда вот так вот все это преподносится. Не для того Иван Грозный там, не знаю, брал Казань, чтобы мы сейчас начинали говорить «вдруг россияне». Кстати, данный гражданин не впервые замечен в высказываниях, которые можно расценивать как разжигание межнациональной розни. В 2017-м журналисты и блогеры обвиняли его, ну, в смысле Толстого, в антисемитизме и даже попросили соответствующие структуры проверить некоторые слова пропагандиста, озвученные на публике. Тогда, впрочем, историю спустили на мягких лапах. Господину Толстому все сошло с рук. Сейчас, видимо, тоже сойдет. Кто его посадит? Он же памятник! Друзья, я правда не понимаю, с какой целью они все это делают. Разобщить наше общество еще больше. Мы и так многое потеряли со времен Союза. Мы перестали общаться. Мы не знаем своих соседей, я имею в виду ближайших. Из соседней квартиры, что уж там говорить о людях, живущих где-нибудь в Казани, в Грозном, в Махачкале телевизор пропагандирует ненависть и неприятие теперь даже к своим соотечественникам просто потому, что они не похожи на нас. За неосторожно брошенные слова никто не несет ответственности. И это стало нормой. Глупость стала нормой. Вот это и есть наши с вами скрепы и традиционные ценности. Не стоит обижаться на необразованных, глупых людей, учил меня мой отец. Умный так не скажет. Но гражданин Петр Толстой человек образованный. Почему же он разговаривает со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова? К чему я все это сегодня? Да к тому, что у нас и правда кругом одна сплошная злоба, граничащая с идиотизмом, не надоела. Ну ведь действительно, противно уже. От всего происходящего противно превратили в великую некогда страну в какой-то цирк, шапито, а впрочем. Продолжим в следующем выпуске. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok